Здравствуйте дорогие друзья! Другие подруги здрасте! Пожалуй вот к этому видео я больше всего готовился и наверно до сих пор что не готов поэтому сейчас по ходу пьесы разберемся как это всегда бывает жизни если не знаю что делать самое главное в драку вязаться а там уже разберемся так вот по поводу старта есть хорошие новости и есть не очень хорошие новости но так как я обзорщик то наверно будет все таки лучше рассказать начали не очень хороших новостях дабы потом сказав о хороших это маленечко завуалировалось и в общем и целом ну такое себе впечатление бы осталось а вот если наоборот то крайне запоминается лучше и тогда магазин за пузырем не наш метод поэтому начинаем с плохих короче ребята вступили в силу обстоятельства непреодолимой силы как говорят медики или юристы кто там говорит но кто-то говорит суть в чем на прошлой неделе я был на производстве и речь шла новой партии и к сожалению меня поставили перед фактом что стоимость следующей партии будет дороже не много не мало на 25 процентов почему мне объяснили все просто вадим вот смотри закажи ты 5 10 15 20 станков мы бы этого вероятно даже и не заметили но на партии 100 станков и 50 голов это вылезло ясно потому что мы сейчас собрали полностью все данные посчитали сели тарам дарам 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 короче сколько вылетает инструмента при производстве всего этого добра то хотим и того или не хотим то есть вот должно это быть вот так по новому иначе говорит нам просто не интересно этим заниматься и вот дорогой товарищ вот 25 процентов будь ласка возьми получи а мне что делать я то вам тоже пообещал я то вам сказал что 3 900 за станок 3 300 за голову это первое изменение да пожалуй что и последнее плохое остальные все хорошие по поводу хороших скажу так вся партия полностью будет реализовываться через сеть розничную сеть компания опасная бритва рф потому что компания опасная бритва рф забирает полностью всю партию сто процентов если все пойдет дальше таким же чередом как вот сейчас вот она все ведет то ваш покорный слуга перейдет в разряд производителей к продаже вообще никакого отношения иметь не буду потому что буду только производить если в этом плюсы да очевидны то есть ты сделал партию у тебя той дистрибьютор данном случае опасная бритва рф все забирает если минусы ну если с натяжкой так знаете гипотетически то да можно так за уши притянуть это то что я в этом случае уже не смогу влиять на розничную цену в принципе дистрибьютор сам решает по какой цене будет станок но все-таки внушает некоторую уверенность то что опасная бритва рф это один из самых если не самый крупный представитель в бритве на мире магазинов у нас в россии и там сидят в конце концов не идиоты и там люди прекрасно понимают чем они занимаются и что они делают не думаю что они будут выставлять цену на станок такую чтобы люди не могли его купить и чтобы просто продажи стали если они так сделают то следующая партия перед выходом станет перед вопросом то есть как у нас все готово а там еще не продано как так 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 не может быть то есть вот 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 так вот потом давайте вернемся к тому что я вам обещал я вам обещал что станок будет 3900 голова 3300 по всей остальной номенкулатуре это подставки ручки я пока могу сказать только за подставку она на полке будет 800 это единственное что известно за все остальное ребята я вам пока сказать не могу я имею до ручки почему потому что фриза должна прийти только в понедельник должна должна это не обязана должна прийти в понедельник и на производстве ребята начнут этим заниматься то есть первый второй третий номер они пустят производства я допускаю что еще будет день-два наладки разбирательства ху из ху откуда чё какая фриза растет куда идет куда не идет это под землей морковку красит то есть два дня я на это убираю таким образом концу следующей недели четвергу к пятнице я только смогу получить представление об остальных номерах ручек на первом втором третьем сейчас заранее я могу прогнозировать с вероятностью 100 процентов что это будет совсем не то что было номинировано в первый раз совсем другое все будет переделано а а больше ничего не могу гарантировать как это будет чего это будет одно я могу сказать что это будет шо пипец по кардану я уже могу судить пока ну дай бог чтоб так было но пока больше ничего по поводу стоимости станка ребята 3 900 обещал и когда мы заключали соглашение с опасной бритвой рф они полностью с этой позиции согласны то есть все эти люди которым я обещал они станок по 3 900 и получат как это вообще может быть достигнуто спросите вы я вам отвечу те люди которые уже забронировали собой порядковые номера станков вот их список полный пожалуйста посмотрите проверьте сами себя вы там есть или нет если вы хотите себя внести в этот список ребята будет ласка напишите мне в вк и выберите какой не занят я вас туда внесу так вот все эти люди которые себя уже внесли в этот список записались все что им нужно будет несмотря на то что там будет написано какая цена там 100 долларов там 100 500 там 5 миллионов неважно ребята вы просто заходите при совершении покупки вводите в графе комментарии я такой-то такой-то за мной закреплен станок номер такой-то в опасной бритвей рф сверяют с тем списком который я им предоставлю да вася пупкин пришел станком 318 турц получи вася пупкин все вам ничего больше не надо те же люди которые остались без номера или которые до сих пор еще не успели его забронировать ну вот по факту все что им нужно будет это смотреть видео в котором будет анонсировано на начало старта продаж это будет отдельное видео то я покажу все в стихах и песнях там упаковка то сёпи ну короче это отдельное видео и все расскажу так вот начиная с этого момента и кстати купон будет обязательно под этим видео при покупке вам во время продажи нужно будет ввести этот купон все остальное пройдет автоматически если вы покупаете станок для вас он будет стоить 3900 если вы покупаете голову для вас она будет стоить 3300 несмотря ни на что короче ни на что не смотря по такому хочу творится вот вы как и обещал так и заберете все это добро будет действовать две недели с момента выхода анонса начала старта продаж вот допустим 15 там ли там 10 числа вышло видео и я вот говорю хлопцы вот такого числа вот все началось все можно и вот начиная с этого видео две недели все это будет работать я думаю все те люди которым я обещал за две недели того что досужиться посмотреть видос сказать твою дивизию я еще станок не взял и пойти там уже принять решение ну или два дайте два то есть вот такое кстати по поводу дайте два вот тут я не знаю тут тут не знаю смотрите я что-то как-то это не продумал я этот вариант но я думаю канонсы видео по старта продаж и продумай от всей души надеюсь что та информация которую я сейчас донес вы ее услышите вы ее поймете и вообще думаю было бы хорошо браться что если человек хотя бы думал ну процентов на 50 брать старт не брать старт ребята лучше возьмите объясню почему я со своей колокольня просто сужен не с колокольней производителя а с колокольню вот моя личная имха потому что вот я смотрю на чувака который мне с экрана разговаривает рассказывает что да вот были выяснены не учтенности на по технологическому процессу не учтены расходы сейчас все это выявили включили стоимость следующий будет дороже это да это это я все услышал следующий будет дороже это я услышал но я бы сам для себя думал бы по-другому вот сейчас я смотрю на этого чувака ну что мне мешает во время анонса взять тот купон или заказать номер это мне как бы уже априори гарантирую что цена не будет другой она будет 3900 это во первых во вторых это даже во вторых а во первых я бы сам для себя наверно поклал во главу угла то что вот сколько бы еще не было стартов или каких-то там бризов или еще там чего-то проговорился но это все володя блин сколько бы там чего не было но есть какие-то определенные опасения что следующая партия во первых будет уже без номеров во вторых есть какие-то опасения и четкие подозрения что вот этой первой партии всего-то 100 штук и сколько там 40 голов она очень быстро кончится и и больше не будет никогда все это первая партия первого нержавого мелкосерийного пока еще станка в россии вот что мне мешает предположить что пройдет не так уж и много времени что я допустим возьму и ну если мне там по каким-то причинам не пошел или там еще что-то да спокойно его возьму там на авито там косари за 6 выложу и чё хочу вот этот как не раритета как его музейный экспонат но это я так по-серьезному под по-серьмяжному возможно кто-то над этим посмеется возможно кто-то скажет ванов да ты чё с дуба рухнул корону-то сними кому он нахрен нужен там дорога да могут быть и такие люди я не спорю я просто сказал как подумал бы я а кто из нас прав те или эти или я но это вы сами сами для себя разберетесь но на этом пожалуй что уже и давайте заканчивать и чё давайте начинать бриться уже